Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день публикуется свежее видео по танкам, и как только в магазине игры что-то появляется, я сразу снимаю об этом обзор. Поэтому, если хотите ничего не пропускать и всегда знать, стоит ли вам тратить вашу кровную голду на те или иные товары, обязательно подписывайтесь на данный канал, жмите на колокольчик. Ну а еще буду безумно благодарен, если поставите лайк данному видео за мои труды и старания. Вам это ничего не стоит, мне безумно приятно и помогает развиваться. Итак, ребят, на продаже появился набор из двух машин, восьмерка и семерка. Плюс эти машины можно купить себе по отдельности. Лед и пламя представляют собой две давно уже всем известных тачки. Первая, 112-й ледяной, это тяжелый танк восьмого уровня и ВЗ пылающий. Причем, что самое интересное, что один из них является китайским, а второй является универсальной веткой в нашей игре, чисто варгейминговской. Что вы получаете в данном наборе? Всего лишь за 8,5 тысяч голды, почему скажу всего лишь, объясню чуть позже. Вы получаете себе Х5 в количестве 15 штук на каждую из этих машин и, в принципе, плюс-минус неплохо сможете пофармить себе элитного опыта. Кроме того, вы получаете себе открытое все оборудование на обе из этих машин и, можно сказать, получаете легендарные внешние виды. Хотя, по факту, легендарных внешних видов у данных машин нет. Дело в том, что то, как они выглядят, это и есть их внешний вид и поменять его вы себе не сможете. В отношении ценников, понятное дело, по отдельности машины не стоят тех денег, за которые их продают. Тот же самый пылающий, я бы сказал, в голом состоянии стоит тысячи четыре, четыре с половиной, чисто ради фана, чисто периодически повыезжать и немножечко пострелять по ПТ-шить. А пострелять по ПТ-шить на нем действительно можно, потому что есть поворачивающаяся рубочка, есть довольно неплохое пробитие в 185 мм, которое можно улучшить. Время перезарядки может показаться долгим, но в то же время стоит отметить, что ваш средний урон на седьмом уровне составляет целых 400 единиц. И по факту, сводясь за всего лишь 2,9 секунды, который показатель, кстати, тоже можно улучшить благодаря оборудочке, то в целом получается довольно неплохо. Да плюс еще и углы склонения орудия вниз минус 8. Но поскольку это семерка, а не восьмерка в данном наборе, то отдельно заострять внимание конкретно на данной машине я не буду и просто положу вам ссылочку с обзором на данную машину в описании к данному видосу. В отношении ледяного здесь обсудим более подробно и давайте будем говорить о самом танчике отдельно. 7,5 тысяч данная машина не стоит однозначно. Машина старая, древняя, как сам Wargaming, ну и честно говоря, на сегодняшний день является круто морально устаревшей тачкой. Но все же это является довольно неплохим тяжелым танком, вполне себе сбалансированным орудием, обладает плюс-минус неплохой броней, которую мы заценим немножечко позже. Ну и здесь вы получаете себе открытое все оборудование. Но повторюсь еще раз, 7,5 тысяч данная машина не стоит однозначно. Если бы мне предложили его купить тысяч за 5-5,5, вот в составе такого вот наборчика я бы обязательно себе данную машину приобрел чисто в коллекцию и периодически на нем выполнять какие-нибудь боевые задачи, связанные с игрой на тяжелых танках китайской ветки. Таким образом получается, что покупая в наборе за 8,5 тысяч вы забираете себе, ну пускай за 5 тысяч ледяного, что в целом является вполне нормальной приемлемой ценой для данной машины. Да и плюс к тому получаете за 3,5 тысячи пылающего с открытым всем оборудованием на обе машины и плюсы к самим. Поэтому в целом сказать, что 8,5 тысяч данный набор не стоит я не могу. Сочетание цена-качество в данном случае действительно стоит того. С другой стороны, если вы хотите себе чего-нибудь более крутого, более актуального, более играбельного, более веселого и более современного, то вы можете, в принципе, обратить внимание, вау, у меня слетел магазин, скорее всего пошло обновление. В общем, ладно, бог с ним, с магазином, он мне сейчас не сильно надо. Вы можете доплатить тысячу и взять, допустим, Т-77, который будет действительно гораздо лучше, но, ребят, дороже и всего лишь один танк. А здесь вы получаете два аппарата, один тяжелый, ну и один еще в виде ПТшки, да и плюс разных уровней. Короче говоря, разный геймплей, разные машины, разные ощущения от боев. В отношении 112-го ледяного есть очень большое и важное ограничение в отношении принятия решения, а стоит ли покупать. Дело в том, что у него есть два брата-близнеца на уровне, и если вы являетесь обладателем одной из этих машин, то 112-й ледяной вам, в принципе, нафиг не сдался. Дело в том, что у 112-го ледяного есть брат-близнец ВЗ-111 и ВЗ-112-2. Они обладают абсолютно одинаковыми ТТХ, как вы видите, по орудию. То же самое по сведению, один в один разброс, немножечко отличается движение, поворот, вращение башни, но, поверьте мне, этой разницы вы не прочувствуете абсолютно. У ВН, да, согласен, УВЗ-111-го унылые в минус 5, но разницы с минус 6, опять-таки, прочувствовать будет, ну, очень сложно, только если прям совсем пристально присматриваться. Есть также очень большая разница в отношении скорости, и именно скорость решает в том, какое количество побед, а точнее, какой процент побед у каких машин. Дело в том, что ВЗ-112-й ледяной, давайте его так буду ВЗ-шкой называть, 112-й ледяной имеет ход вперед 32 километра. 35 километров имеет ВЗ-111, а ВЗ-112-2, и в этом его фишка имеет целых 42 километра, что на 10 километров больше. Именно это, в принципе, приводит к тому, что процент по победам 48,8 у 112-го ледяного и целых 52,5% у ВЗ-112-2. Ну, просто на данной тачке гораздо проще свилять в нужный момент и не отхватить лещей, тогда, когда соперники собираются вам их накидать. В отношении брони, вот так выглядит броня нашего 112-го ледяного, неплохо забронирована спереди башня, есть комбашни, которые пробиваются, но их надо повыцеливать. Неплохой, в принципе, наклон брони в верхнем бронелисте, и приведенка здесь танксует в районе 290. Причем, что самое классное, что бронелист полностью ровный, поэтому, как бы вы ни становились, приведенка становится только лучше, и никаких выступов здесь нет. В отношении нижнего бронелиста тоже неплохая приведенная броня, но 200 мм мало кого пугает. В целом, довольно-таки неплохо. В отношении нашего великолепного ВЗ-111-го. Вот здесь мы возвращаемся к вопросу выступов. Здесь эти выступы есть, ну и понятное дело, что когда вы становитесь вот так, приведеночка становится похуже, и сюда, в принципе, пробивать можно. Таким образом, получается, что в данном случае броня будет немножечко похуже. Ну а нижний бронелист составляет 122-130 мм приведенной брони, и это, как вы видите, существенно хуже, нежели у нашего героя. Ну и совсем другая история по отношению к ВЗ-111-му, но крайне похожему на нашего героя, является 112-2. Здесь тоже ровный верхний бронелист, здесь бронелист нижний, я бы сказал, от 111-го, потому что здесь особо танковать нечем, при этом всем комбашен нет как таковых, есть неплохая приведенная броня сверху, ну и башня в целом шьется гораздо тяжелее. Поэтому в отношении бронирования, если толково прятать нижний бронелист, 112-2 действительно будет гораздо интереснее, нежели наш герой. Но все же, если посмотреть на машину в целом, то получается довольно неплохо. В отношении комфортности орудия. В целом мы обсудили это в таблице, но теперь давайте посмотрим на характеристики по орудию с учетом установленного оборудования. Время сведения 5,6 и к этому действительно придется привыкать, и это с учетом того, что в оборудовании два слота посвящено улучшению данного показателя. По разбросу считаю, что для тяжелого танка с таким уровнем бронирования, с уроном в 400 единиц, в целом неплохо. Неплохо было когда-то. На сегодняшний день, понятное дело, что у него огромное количество конкурентов на уровне, особенно среди новых машин, ну и понятное дело, именно из-за этого он морально и устарел. В отношении ДПМа всего лишь 1967, и стоит отметить, что ДПМ в принципе реализуем, но только если у вас есть танк поддержки, потому что время перезарядки 12,2 секунды, которое необходимо пережить, грамотно танкуя, пряча нижний бронелист, ну и мансиа немножечко вправо-влево. Но по углу склонения, как я уже говорил, минус 6, и данный показатель у вас не получится исправить вообще ничем. Таким образом, получается, что в целом машина морально устаревшая, но плюс-минус играбельная, особенно, как я уже сказал, если двух братьев-близнецов у вас в ангаре нет. Ну что, ребят, давайте возьмем тачку, поедем посмотрим, на что она реально способна в первом попавшемся бою. Ну что ж, друзья, погнали и, как обычно, начинаем с подвижности. В отношении подвижности еще в сравнительной таблице я говорил, что из этих трех братьев-близнецов 112-й ледяной является самой унылой машиной по передвижению. Вот смотрите, сейчас я качусь со скоростью 32 км в час, а теперь представьте себе, что вы играете на 112-2, и здесь, ребят, будет существенная разница. Ну, прям совсем, совсем существенная разница. 10 км они ощущаются просто-таки на каком-то подсознательном даже уровне. В отношении времени сведения в целом привыкнуть можно, и если понимать, что у тебя танк, который не предусмотрен для того, чтобы играть быстро, то в целом играется вполне нормально. Я бы сказал, что данный тяжелый танк, он рассчитан на флегматичного танкиста. Ну, знаете, такого танкиста, который никуда не торопится, никуда не бежит. Его задача спокойно, медленно подъехать к какой-нибудь зоне, в которой он будет полезен, занять какую-то выгодную для себя позицию и просто накидывать по 400 единиц урона. Вот так мы выглядим в собственном прицеле. И, как вы видите, нижние бронелисты и передние каточки вполне спокойно принимают урон. Стоит также отметить, что скорость отката машины назад тоже не является плохим показателем. Ты вполне спокойно откатываешься, вполне спокойно даешь возможность выстрелить с опозданием своему сопернику. Главное чувствовать вот этот вот тайминг. Главное понимать, через сколько конкретно ваш соперник будет готов накидывать урон. Сейчас посмотрим, что делать будет. Будет откатываться назад и получает еще на пятихаточку. В целом, получается довольно неплохо. Отыграв на данной позиции, мне лично ничего другого не остается, кроме подкатываться ближе. Потому что там еще, если я правильно помню, спрятана где-то ПТшечка. Единственное, чем я рискую, я рискую тем, что выезжая на вот такую вот ровную площадку, я начинаю оголять свой нижний бронелист. А это не есть хорошо. Как вы видите, по точности, даже без полного сведения, машина порой бьет довольно-таки успешно. Чем, ну, лично меня довольно часто удивляет. Опять-таки, пытаемся быстренько куда-нибудь спрятаться. Получаю тычку на 318. Даю в ответ, но здесь я уже немножко поторопился. По ДПМу, возможно, у меня не получится нормально переиграть АМХ, если вдруг, если вдруг я дам промах с первого же выстрела. Выезжаем. Промаха нет. Ну и дальше, ребят, в дело идет адреналин. Без него никак. Все-таки хотелось бы данного товарища разобрать. Шансы на победу, в принципе, пока еще есть. Вот, вот этот фейл, о котором я говорил. Умело сыграл соперник, у меня 800 с копейками единиц. Мне бы не хотелось растрачивать данную хпшку именно на АМХ, потому что у меня еще есть Дефендер, который где-то там катается с барабаном на 4 снаряда. Ну, а теперь попытаемся сыгрануть немножечко обратным ромбиком. Ну, вот и слава богу. 400 единиц урона делают свое дело. И, в принципе, когда вы уезжаете на соперника, у которого хотя бы немножко меньше 400, то вы можете быть на 99,9 из 100 уверены в том, что вы его однозначно доберете. Ну, вот, допустим, тот же самый Дефендер, я для себя понимаю, является для меня однозначно шотным. Мое дело просто держать себя в руках, не торопиться, выехав на него, не боясь получить тычки в ответ, умиротворенно, спокойно, выдохнув, вдохнув, дождаться полного сведения орудия, ну и, соответственно, закинуть урон Дефендеру. Вот он выезжает, ждем его, башню пробить он мне не сможет, разве что голдовым и куда-нибудь в ком башню, но если я как баранина на месте стоять не буду, то в целом у него бы ничего не получилось. Короче говоря, танк действительно неплохой. Неплохой. Я не могу сказать, что это прям фуфло-фуфловое, которое ни в коем случае не стоит брать. Но, повторюсь еще раз, данный танк предназначен исключительно для танкистов, которые никуда не торопятся. Никогда. И если вдруг вы такой же холерик в игре, как и я, который вечно рвется на передовую, то, возможно, удовлетворение от игры на данной машине вы получить не сможете. А вот если вы любите играть не торопясь, то тогда в целом ваша покупка вас может порадовать. Единственное, что исключительно в случае, если вы будете покупать именно набор. Потому что покупать отдельно за 7,5 данную машину, ну, прямо скажем, все-таки дороговато. В отношении моих результатов по бою. Великолепно сыграл Т-77, про который я говорил. В отношении того, что если вы хотите чего-нибудь более современного, более веселого, более прикольного, то, наверное, лучше доплатить 1000 голды. Хотя, все-таки это дороговато. И приобрести себе Т-77. Пускай это будет одна восьмерка вместо двух танков. Но, все же, как видите, довольно-таки крутая. Но на нем необходимо уметь играть. А на 112 ледяном, даже если ваши руки не совсем ровные, играть у вас, в принципе, получаться будет. И за какие-то 4-5 выстрелов вы выходите на 2-2,5 тысячи нанесенного урона. Потому что разовый урон составляет 400 единиц в среднем. В отношении фарма серебра. Да, у меня активирован прем-аккаунт. Поэтому без прем-аккаунта можете посчитать самостоятельно. Кредитами 64 тысячи округляя. За минусом пополнение снаряжения, пополнение амуниции, что затянуло на себя двадцатку. И за особые достижения и медали суммарно чисто ганом, грубо говоря, 50 тысяч серебром. Поэтому сказать, что это фармер. Ну, да, плюс-минус фармер. Но, все же, не тот, которого хотелось бы себе иметь в ангаре. Именно для того, чтобы серебро зарабатывать. С другой стороны, у него 175% доходности. Что является, я бы сказал, наверное, лучшим показателем на уровне. За исключением нескольких машин. Типа Левчиков, у которого 185. Ну и еще нескольких тачек. В общем, друзья, покупать набор или не покупать. А уж тем более, покупать ли по отдельности и определяться исключительно вам. На ВЗ Пылающего обзор я положил в описании. Не поленитесь, зайдите, посмотрите и поймете, нужен ли вам Пылающий. Ну и, соответственно, нужен ли вам данный набор. Или все-таки будете покупать что-нибудь себе по отдельности. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам искренне желаю мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok